Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 22 июля. И поздравляю всех с началом новой рабочей недели. Сегодня припозднился, потому что перелет был небольшой. Будет у нас небольшой обзор того, что по BTC и по альткоинам происходит. А более подробно уже рассмотрим завтра с утра. Итак, биткоин на данный момент времени 66 900 долларов и он уже побил 68 000 долларов. А я напомню, что 68 000 долларов это может быть с большой долей вероятности среднесрочная цель всего вот этого восходящего тренда, который у нас был с 53 000-54 000. Но давайте чуть поподробнее рассмотрим, а потом сделаем вывод, насколько все плохо и стоит ли продолжать здесь дальнейшего роста. Итак, начинать будем с такой краткосрочной перспективы. Здесь нам, к сожалению, не удалось правильно предугадать поведение цены на горизонте краткосрочном. И даже выходные выдались вполне себе неплохими для биткоина, который даже без выбивания 100 пардеров на 62 000 долларов сразу же сиганул на 68 000. Но здесь вот у него уже начались некоторые проблемы. То есть, смотрите, у него хоть и есть довольно сильная поддержка, как горизонтальная, так и наклонная. Все равно попытки пройти выше 68 000 долларов пока что особым успехом здесь не увенчались. Что хуже всего, да? Хуже всего, как вы знаете, когда цена у нас формирует перехай и далеко после этого не проходит. То есть, смотрите, у нас уже было фактически три перехая. Вот он первый установился на 67 300 долларов. Здесь перехай довольно быстро скинули. Здесь был такой вот мини перехай с сильным сквизом на 65 700. Это, по-моему, кстати, было непосредственно перед понедельником, то есть в воскресенье вечером. И после этого цена у нас неплохо подросла. Но, опять же, здесь ей не дали особо сильно далеко уйти. Вообще, ну, таких, как бы, ключевых, что ли, сценария выхода из этого мероприятия два. Первое. Здесь все закончится действительно таким вот слабеньким выбиванием стопов покупателей, стопов и ликвидацией каких-то покупателей. И после этого цена вернется снова выше и наклонной линии, и удержится выше 66 300 долларов. И попробуем выйти на 71, скорее всего, тысячу долларов, где засел наш глубоко уважаемый продавец. 71 500, наверное, даже долларов. Это такой вот следующий сильный уровень сопротивления. Либо второй вариант. Получается, что мы сейчас на конце того самого восходящего тренда среднесрочного по 68 тысяч долларов. Мы предполагали, что он может завершиться, и тогда это идет краткосрочная зона распределения с довольно сильным последующим падением. В том числе и могут собрать стопы, которые не 63 тысяч долларов, которые не собрали до сих пор. На что, наверное, отдавать предпочтение сказать пока что сложно. Я просто напомню на всякий случай, что я хеджирующий шорт добавил по 68, как и планировал. То есть у меня был первый около 64 тысяч, а второе добавление около 68 тысяч. Но также напомню, что этот хеджирующий шорт, он меньше. Больше, чем в половину, нежели шорт, который у меня был долгое время, держался там со средней ценой, по-моему, около 67 тысяч долларов. И который я закрыл по 53. То есть я его восстанавливаю. То, что вот здесь вот закрыл. Я его восстанавливаю. У меня пока что было два таких вот крупных добавления на 64-68 тысяч. Я думаю, что я продолжу, если цена будет подрастать на 61 500. Потому что, на мой взгляд, это может быть финальным рубежом потенциального разворота. Но если пройдут продавца на 71 500. Не знаю, я говорил, что, по-моему, в прошлый раз. 71 500. То есть если пройдут этого продавца, то, скорее всего, хеджирующий шорт я закрою в минус. Либо, возможно, еще немного подержу на случай каких-то ложных пробоев. Но, скажем так, если пройдут этого продавца, то, скорее всего, от него нужно будет избавляться практически точно. Каким-то образом. Либо дожидаясь там какого-то ложного пробоя, либо не дожидаясь, просто сразу же закрывая. Вот. Что еще здесь добавить по биткоину? Ну, в принципе, наверное, только какие-то позитивные вещи. То есть у нас видно, что покупатель до сих пор был очень силен. И даже хватало ему каких-то таких уровней поддержки для того, чтобы позицию добрать, донакопить. И после этого дальше ее протаскивать. И много характерных признаков того, что, может быть, пока что это говорим с особой осторожностью, цена пробьет 71 000. За счет того, что мы видим, что цена упирается в какой-то хай. После этого падает и формирует поддержку. Где видно, что практически лимитными покупками биткоин у нас удерживают и дальше протаскивают. По имени всего прочего, мы также видим отдельные взлеты по альткоинам. Которые ведут себя неплохо. Что уже вполне себе достаточно для того, чтобы умеренный позитив на рынке иметь. Ну и вообще то, что происходит сейчас, как бы чисто мое мнение, не для протокола, похоже на определенную силу быков. Нежели на то, что мы тормознем на 68 000. Но о бычьем рынке принято в такие моменты говорить с осторожностью, да, как вы знаете. Ну вот есть такое ощущение и характерные признаки, именно указывающие на силу со стороны быков. Плюсом ко всему там еще подогревают новостями, но это происходит всегда, когда рынок более-менее растет. Подогревают новостями и говорят, что что-то помпезное ждет нас уже в каком-то ближайшем будущем. Но я бы на это сильно не рассчитывал именно с точки зрения влияния на рынок. С точки зрения помпезности, да, с точки зрения того, что придут новые покупатели, да, там радостно им будут наши монеты тащить. Это вряд ли. Итак, следующая монета это у нас эфир. 3450 долларов сейчас торгуется. Пока что не было ни вот этого выбивания, ни чего-то более интересного. То есть у нас цена просто вышла, уперлась в другой уровень. 3540 уже долларов, а не 3500 ровно. И также консолидируется сейчас здесь. Поэтому я, как бы, свой взгляд на текущий момент на эфир не меняю. Мне кажется, что даже несмотря на то, что его до сих пор, ну, так, неплохо удерживают, да, я думаю, что нужно здесь и немного пыл покупателей охладить. Но в последующем его, наверное, что-то интересное ожидает. Ну, вот я все, что убрал, в общем, это актуально как раз таки. То есть, скорее всего, в дальнейшем мы увидим уже существенный прирост. Я надеюсь, что и 3900 в итоге подобьют. Потому что, по-моему, в обозримом будущем уже будут эфир ETF здесь добавлять. Но эта новость, она уже, так или иначе, в цене заложена. Здесь нас больше интересуют именно технические параметры. И технические параметры, как на биткоине, так и на эфире, указывают на силу быков. Надеюсь, что они в какой-то момент времени не будут передумывать. Итак, следующая монета у нас это доги. К сожалению, ушла без меня монета. Но я успел ее зато прихватить на копитрейдинге. И даже уже один человек меня каким-то образом нашел на копитрейдинге. И каким-то образом добавился. Я не знаю, как это происходит. Но, возможно, что не так и сложно найти. Но, тем не менее, как обещал, скорее всего, дропну на этой неделе. Там такие тесты подходят к завершению. Тесты, они больше нужны даже не для того, чтобы понять, умею ли я торговать. Тут же тесты не помогут. Больше нужны для того, чтобы определять объемы позиций. То есть, все равно с другим капиталом торговать. Даже если по математике ты все равно понимаешь, какой там размер позиции должен быть. Но, по факту, действительно, ты всегда в итоге ошибаешься в размерах позиций. Потому что у тебя целая пачка монет, да, открытая. Сначала думал, что я буду торговать радостно только по биткоину, да. Но я вижу, какой сейчас рынок зреет. Вполне возможно, что бычий. И, естественно, что доходность, сопоставимая с приростом биткоина, да, там никого не устроит. Соответственно, приходится еще добавлять другие монеты. И это все, как бы, лечет перестройку именно размеров позиций по каким-то отдельным монетам. Ну, ладно. Об этом потом поговорим. Сейчас поговорим про доги, который прирос у нас на 14. Мне кажется, что это мероприятие будет заканчиваться ближе к 15 здесь. Потому что здесь довольно яркие хаи. И на 15, если мы перебьем, ну, возможно, еще более яркие хаи есть на 17.5. То есть мы 15 перебьем, возможно, перебьем 17. А здесь продавцы нас должны скинуть. Ну, и, соответственно, те же 17.5, я думаю, что соответствуют биткоину по 71 тысячи долларов. А значит, что доги, ну, будет за подарем идти примерно вот до таких отметок. Следующий у нас это Binance Coin. Давайте посмотрим немного на него. Он у нас ушел в консолидацию. Опять же, консолидация, ну, умеренно сильная. Я не скажу, что это предел мечтаний и что это однозначно ведет нас все к победе и к дальнейшему росту. Но консолидации интересные. Если вы посмотрите на какие-то, ну, предыдущие подобные структуры, то они чаще приводили к дальнейшему росту. Единственное, что вот такая вот структура, да, там, какой-нибудь восходящий ценой канал, он, как правило, формируется через, формирует рост через выход вниз. Потому что очень много становится покупателей в какой-то момент времени. Их можно всех разом скинуть, да, после нескольких отбоев, там, трех-четырех. И после этого уйти наверх. Это очень выгодно с точки зрения крупного капитала, но невыгодно удерживать в рамках вот такого вот узкого диапазона. Поэтому в последующем вот такой вот сквиз он практически обязательен. Следующая монета, это у нас Ripple. Давайте посмотрим на него. Он после такой коррекции до 55 здесь снова начал подрастать. Ожидание, да, на ваших экранах. Ripple держится на данный момент молодцом, что удивительно. И вполне возможно, что будет перебивать свой хай. Вот этот вот локальный, сформированный. И будет уходить на 73-74. И что интересно, да, я думаю, что я все свои долголежащие монеты начну прикрывать по этим отметкам. Потому что за счет большого количества добавлений, в том числе ближе к нижней границе, образовалась хорошая средняя цена входа около 50 центов. И с учетом того, что от Ripple можно еще несколько тысячелетий ждать, когда он подрастет. Я склонен около 75 здесь начать закрывать. Назовем это так. То есть закрыть процентов 30 позиций, чтобы хотя бы какой-то кэш увидеть от этой бесполезной, бестолковой монеты. И после этого уже его возможно определять в какие-то другие идеи инвестиционные, либо в другие области. Вот, по Ripple в свою очередь 70% я все равно оставлю, потому что возможно вполне, что эти миллионы лет накоплений, да, лежания Ripple, они приведут к чему-то, но пока, опять же, не загадываем. Ну и последняя монета на сегодня это монета VIV. Memcoin у нас неплохо стреляет в последнее время. Виной тому в том числе и Hype, да. Все, что обычно вызывает подобного рода движения. Там Илон Маск снова веселит публику своими аватарками в X. Но давайте посмотрим. Значит, на VIV одну из подобных монет. Она у нас сформировала фигуру двойное основание. После этого двойное основание было пробито наверх. 2.37 здесь даже с ретестом. И после этого у нас дальше монета подрастает. У меня она набрана, но набрана она вообще, знаете, вот около нуля сейчас. У меня только вот после этого всего роста монета вышла. Значит, смотрите. Здесь 3.50 один из самых сильных уровней, который с большой долей вероятности VIV не сможет пробить. Но даже если она его сможет пробить, скорее всего тормознет потом у 4.07, 4.08. Поэтому я здесь пока что не питаю каких-то особо сильных надежд. И вот если мы перебьем 4.08, и здесь никакого отката, такого нисходящего не будет, вот в этом случае я склонен монету держать дальше. Если же здесь начнется откат, и там мы пойдем на 3.75, я, наверное, ее закрою. Возможно, даже полностью. Потому что для меня это будет означать, что это еще одна монета, которая, ну, как бы, такую структуру боковую имеет. А мне боковиков и на рипле хватает, чтобы еще какие-то монеты в подобном ключе иметь. Вот. Это что касается рынка на текущий момент времени. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Сторговоры шеи не принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. И пока.